Всем привет! На связи Мабу и сегодня я хотел бы поговорить на тему, о которой, наверное, уже все блогеры высказались. И я хотел бы осветить именно со стороны вас, как зрителей, в тематике разработки мобильных приложений, в целом в тематике программирования, тематике обучения программированию. Что же будет, если заблокируют YouTube, какие варианты у вас, как у зрителей, есть смотреть не только мой канал, но и любые другие каналы, в том числе и развлекательные. Какие есть платформы для вас, как для зрителей, не для меня, как создателя контента, как для автора, а для вас, как для зрителей, какие есть варианты. Я расскажу вам про различные платформы, которые есть, и мы поймем, что на самом деле будет более выгодно. Но опять же, это будет только в том случае, если заблокируют YouTube. В самом деле, я думаю, что YouTube не заблокируют. Это не очень популярное мнение сейчас, но мне почему-то кажется, что не заблокируют. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству, по профессии Android-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android-разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android-разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, давайте представим такую картину мира, что YouTube нам заблокировали. Какие есть у вас варианты? Во-первых, самый очевидный вариант поставить себе VPN. Я уже говорил об этом в других своих видео. VPN. Что такое VPN? VPN позволяет вам заходить на те платформы, которые заблокированы в вашей стране. Например, вы лучше, конечно же, есть бесплатные, есть платные VPN, да, но лучше платным. Платный примерно стоит 1000 рублей в месяц, что-то такое. Покупаете его, ну, если вы оплачиваете на более срок, там за 5000, можно, по-моему, на 3 года сразу купить. В общем, оплачиваете его сразу, да, на большой срок. Но опять же, сейчас тоже нельзя оплачивать на большой срок. Почему? Потому что ваш VPN можно могут заблокировать, и вам придется переходить на другой VPN. Поэтому тут лучше не экономить и платить помесячно. Какой VPN выбрать? Я использую ExpressVPN, мне он очень нравится. Он у меня и на MacBook'е стоит, и на компьютере Windows. Он у меня и на Android'е стоит, и на iOS'е стоит, на смартфоне. Поэтому очень классный вариант, как приложение. Просто вы его активируете. Когда заходите, выбираете, с какой стороны хотите, заходите в сеть, да, и включайте кнопку прям, включите, он у вас прям активизируется, и вы нормально им пользуетесь. То есть, что будет происходить при VPN? Смотрите, вам YouTube заблокируют. Если заблокируют, и вы попытаетесь зайти без VPN на сайт, на YouTube, на сайт YouTube, да, но у вас ничего не получится. Вы включаете VPN, и все, заходите и смотрите ваши любимые видео. Я забегу заранее, скажу, что это самый лучший вариант в нынешней ситуации. Использовать VPN лучше ничего нет. Следующее. Если вы не хотите ставить VPN, платить за это, какие у вас варианты перейти по потреблению контента на другую платформу? Самое очевидное это Routube. Но проблема в том, что Routube это кусок, не буду говорить чего. Просто это наихудшая площадка. Ограниченное количество контента. Раз. Плохая поисковая оптимизация, то есть для вас. То есть, вам не будет, как на YouTube, выдавать рекомендации в соответствии с вашими интересами. И очень много плохого контента такого. Но опять же, плохой контент, он решаемый. Все-все-все перейдут авторы на Routube, и тот же самый контент будет. Routube плох, но, скажем так, из всех альтернативных площадок он больше всех похож на YouTube. Но Routube проигрывает тем, что там нет технологии выдачи по рекомендациям. Для вас, как для зрителя, это самый худший вариант. Плюс у вас будет задержка просмотра контента, потому что, на самом деле, авторы будут с огромными трудностями сталкиваться для публикации своего контента. Поэтому это вторая проблема. Но я скажу так, что этот вариант занимает второе место после VPN. Поэтому Routube, если над ним поработают, это вполне классный YouTube. Для того, чтобы под ним поработать, это должен, наверное, год пройти примерно. Можно что-то с ним сделать. Но на нынешней ситуации и авторы не будут переходить туда, потому что, ну, очень проблематично проходить модерацию, все это, открывать канал, очень проблематично. Я так понимаю, там вся проверка проходит вручную. Поэтому две основные проблемы. Очень долго публикуется контент и нету именно алгоритма выдачи вам по рекомендациям видео. Если вы зайдете, вы посмотрите, какой шлаг там сейчас есть. Следующая площадка это Яндекс.Дзен. Но проблема с Яндекс.Дзен в том, что это не площадка, не видеохостинг. Дело в том, что Яндекс.Дзен это просто площадка для публикации статей, блогов, различных статей. И самое интересное, суть вот раньше, как Яндекс.Дзен был. Ваши статьи выдавались человеку, который же интересовался этой темой. Но в том случае, если вы ежедневно публикуете статьи. В последнее время, месяц назад или в течение месяца, было объявлено, что Яндекс.Дзен меняет свою тактику. И теперь мои статьи как автора будут показываться только тем людям, которые на меня подписаны. Новых подписчиков я никак не привлеку. То есть, если вы не подписаны на какой-то канал, то вы не сможете, скажем так, получить информацию с других каналов. Потому что вам тупо эта информация не будет показана. Раньше было по-другому. Раньше вам все по интересам выдавалось. Сейчас этого происходить не будет. Сейчас вам будет выдаваться тот контент, на который вы подписаны. И поэтому Яндекс.Дзен как площадка, она тоже отпадает в нынешних реалиях. Во-первых, она отпадает, потому что это не видеохостинг. И он неудобен как видеохостинг. Там можно, конечно, видео загружать. Это будет как объединение. Яндекс.Дзен поглотил себе Яндекс.Эфир. И это хоть чуть-чуть похоже на Ютуб. Но опять же, это хуже, чем Рутюб. И уж точно хуже, чем Ютуб. И это просто статьи. И причем статьи, которые как к желтухе, которые относились. То есть, те, которые типа различные слухи, про какое-то лечение здоровья, про чудо-стресса. У тебя весь такой трэш-контент. Это все в Яндекс.Дзен. Что-то хорошее, обучающее. Там продвинуть очень сложно. И если раньше было это возможно, то сейчас это вообще невозможно. Там есть два варианта. В формате видео есть в формате статьи. Сейчас это очень все проблематично и тоже отпадает. Но хорошая новость в том, что Яндекс.Дзен продан во ВКонтакте. И возможно ВКонтакте что-то сделают хорошее с этим Яндекс.Дзеном. Также сейчас уже есть площадка видео ВКонтакте. Но опять же, это просто социальная сеть. То есть, я тоже публикую ежедневно, когда Ютуб, не ежедневно, когда на Ютубе выходит у меня видео. Я всегда постчу их к себе на стену ВКонтакте. И опять же, ну вы можете зайти ВКонтакте там по поиску тоже. Ну ах, слишком мало контента, площадка сырая. И должен, наверное, пройти еще примерно полгода-год. Если будут сразу все перейдут, полгода-год, чтобы что-то хорошее там было. Также многие выделяют еще Телеграм. Но Телеграм это мессенджер. Там нет никакой поисковой оптимизации. Поэтому это тоже не подходит. Маму это как дополнительная площадка, куда можно перекочевывать свою аудиторию. И в принципе, это и все площадки. По факту мы видим, что замены Ютубу нету никакой. Если потянуть Ютуб за полгода, за год, возможно. Но замены-то нету никакой. И поэтому лучший вариант устанавливать себе VPN. Но благо для меня в том, что для меня как для автора, что я вещаю в технической теме, в теме программирования, в теме разработки Android приложений. И как правило, мои зрители, я уже не говорю о подписчиков, да хотя бы зрители, это люди, которые хотят освоить, скажем так, профессию в программировании. То есть, если сейчас у них не технический склад ума, то они стремятся к этому техническому складу ума. И как правило, все эти люди в случае таких проблем установят себе VPN. И поэтому я не думаю, что мой канал сильно пострадает. Поэтому, если бы я вещал там, рассказывал про какие-нибудь, даже не новости, а рассказывал что-то такое отстраненное, с культурой, связанное, возможно, даже где-то с дизайном, ну что-то такое вот вообще не связанное с программированием, тогда, возможно, я потерял большинство своей аудитории. Но мне почему-то кажется, что люди, которые интересуются тематикой, про которую я рассказываю, у них более высокий интеллектуальный уровень развития, и они знают, что бы сделать для того, чтобы не потерять такую площадку YouTube, как YouTube. Потому что, помимо моего канала, здесь много других обучающих видео, много развлекательного контента. Но, если честно, я думаю, что развлекательный контент уйдет в режим платных подписок. То есть, если вы будете заходить и смотреть... Потому что сейчас развлекательного контента нет никакого смысла пока что публиковать видео, потому что монетизацию обрубили, а я никогда на этой монетизации от Google не ожил. У меня за год Google платил, по-моему, в районе 7000 рублей, это за год я получал от Google, как за просмотры. Ну, поэтому это ни о чем. Это даже... Это мой доход, наверное, в день. Обычный. Где-то так. И поэтому я особо не пострадал. Те, кто делают развлекательный канал, у которых миллионные просмотры, те, конечно, очень сильно пострадали. Но у них, как правило, еще была платная реклама, прямая. И я думаю, они будут публиковать на YouTube видео с развлекательным контентом, когда будут заказы на прямую рекламу. Потому что остальное это все будет не окупаться. Либо переходить на платные подписки. Но я не думаю, что в русскоязычном пространстве будет много платных подписок. Потому что в русскоязычном пространстве, как правило, не принято платить за контент, который мы потребляем. А вот обучающие видео вполне могут остаться на YouTube. И можно будет смотреть их в VPN. Потому что аналогов нет. Я неделю тестирую Яндекс.Дзен. И я вам хочу сказать, что там, где у меня вот... У меня бывают просмотры 100 в основном просмотров на видео. Но недавно видео выстрелило, кстати, на 348 просмотров за 10 дней. На Дзене у меня самые большие просмотры... Самое большое количество просмотров там 5, по-моему, просмотров. Ну, то есть, это вообще ни о чем. Если раньше бы я мог с нулевого канала такое получить, то сейчас раскручены с такого... Не с нулевого канала вот такие просмотры. Поэтому, что Яндекс.Дзен, что ВКонтакте видео... Это вообще тоже сейчас ни о чем. Поэтому, единственный вариант мне, как автору, чтобы и вам, как зрителю, с друг другом встретиться, это на Ютубе с помощью VPN. Но опять же, если это все заблокируется. Пока что мы пока ничего не заблокируем. И поэтому я вещаю, как и раньше. И поэтому я жду вас в субботу на нашем субботнем подкасте. Здесь, на площадке Ютуб. С вами был проект Мабу. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.